Привет! Меня зовут Костя Канн, это YouTube-канал Экроссер Универс, и вы сейчас будете смотреть, ну если вам хватит терпения, влог про то, как прошел марафон в Нижнем Новгороде. Нижний Новгород в этом году праздновал свое 800-летие, там была какие-то сумасшедших размеров программа полномасштабная, все лето они тусовали, какие-то фестивали были, выставки, там брендинг запилили модный, в общем, все красиво, все полномасштабно, ну и вишенкой на торте, соответственно, должен был стать марафон. Колоссальное беговое по масштабам своим событие для города, по-моему, в Нижнем Новгороде еще ни разу марафон не проходил, и вот, значит, им упала вот такая вот радость, большущая на голову. Я ездил туда по приглашению организаторов, чтобы посмотреть, как все устроено, ну и, соответственно, поскольку это был самый жирный по призовым марафон, я хотел посмотреть, кто же увезет домой 500 тысяч. К сожалению, интриги такой, как изначально планировалось у мужчин, по крайней мере, не получилось, потому что половина состава элиты отлилось в последние две недели, минус Лейман, минус Чечен, но остались Коль Чавкин и Степ Киселев. Соответственно, я вот поехал смотреть их разборки. Купил новый девайс, вот сегодня снимаем на GoPro. Вот тут фонарик, все дела. Едем в Нижний Новгород на тачке снимать кино, сумасшедшее. Первая остановка это Вологда, очень хотелось в Череповец, но не все сразу, не все слизки снимают сразу с этого путешествия, значит, Вологда, а потом Нижний Новгород. Поскольку мы едем на тачке, я подумал, что можно взять велосипед. И вот велосипед. Пришлось снять оба колеса с вело, ну и тут как бы чемоданы всякие, 38 сумок еще. Банок без алкогольного пива. И конфеты, конфеты. Ох, будем рекламировать их в Череповце. Значит, Бриллиантовая лига Лозанна застала нас в дороге. Ну, так, посмотрим, насколько хватит интернета. Пока что, пока что работает. Такого со мной еще не происходило. Поздравляю, дорогие товарищи, с удачным финишем. Поздравляю, вы посмотрели первые полторы минуты этого 7-часового влога. Вот это терем. Не ждут нас тут. Зацените, вот тачка при свете дня. Смотри, как красиво. Едем и осматривать достопримечательности Вологды. Еще и денек будет полон приключений. Как можно жить здесь без светофоров? Почему это происходит? Что происходит? Поскольку мы поехали на тачке, и погода сегодня отличная, я, в общем-то, посчитал, что Вологда слишком хороша для того, чтобы не прокатиться по ней на велосипеде. Чем-то Псков мне напоминает. Вологда, набережная тоже какая-то достаточно симпатичная. Старенькая, конечно. Дороги, разнесенные светофоров, нет. Не самое friendly для велосипедистов мест, конечно. Но так покататься интересно. Не прикольнуло меня катать по Вологде без светофоров. Я решил покорить ближнее зарубежье. Есть, конечно, что-то умиротворяющее в этих полях. Ты начинаешь сразу вспоминать Windows свой паленый на компе. Девчонку ту самую. И думаешь, что не хотел бы туда вернуться, наверное. Парень мне объяснял, значит, когда говорит, вот, повернуть себе на усадьбу нужно будет татантан-то. Там вот дальнобойщики стоят и проституток снять можно. Я, походу, нашел это место, ребят. Дорога просто отвал башки. Не зря, не зря, когда вот этот, фуры эти нюхала ебаные, проституток этих проезжал. Все было не зря. Доехал я до усадьбы. Потрясающе милое, уютное место. Очень аккуратные деревенские дома. И вот, собственно, сама усадьба. Приятный розовый цвет, прям как у Rebellion Clubhouse. И я сюда даже зайти с велосипедом не могу. Так что зачекались симпатично. Красиво. Дорога обалденная. Катать здесь одно удовольствие. Ну и вот как-то терем какой-то. Вон там сама усадьба. Смотришь так вот на яблоню и понимаешь, что осень уже близко. Сезон урожая. Посевная скоро. Корову доить, сено заготавливать. Лето-то закончилось, ребята. И влог вы этот уже смотрите, скорее всего, в сентябре. А сентябрь это осень. А осень это маленькая смерть. А голуби это рыбы, которые пахнут. Первый в этом влоге обзор еды. Похоже, самое приличное кафе в Вологде, в котором мы побывали. Но мы не побывали ни в одном до этого, но это самое приличное. Кто так ест? Трава вкусная. Нормально. Нормально. Это слово, которое ничего не значит. Как вармалек. О, вот это принесли. Вот это я понимаю. Покорили моим сердцем. Так вот пишешь, дома чисто и полно хлеба. И все. Хоть в Вологдум, хоть куда. Он за тобой поедет хоть куда. Да, главное, чтобы хлеб дома был. По-моему. Ты поняла, как это работает. До свидания. Ах, какая благодать. Какая благодать. Россия. Следующая остановка, это уже Нижний Новгород. У нас Вологда получилось ровно посередине, между двумя городами. Туда-сюда приедем, Степачеву рожу пастой намажем. Ночью, чтобы не расслаблялся. Арахисовый? Арахисовый. Кстати, хорошая идея. Хумусом кладем. Степа настолько уверен в себе, что он с открытой дверью. Ребята, все, мы доехали. Проснулись, мы даже живые. И здесь мы оказались, чтобы посмотреть, как вот этот человек, как вот этот человек завтра будет бежать в марафон. Степ, как дела? Нормально, нормально. Нижний Новгород вообще продумал организацию. Автограф-сессию я осуществил, получается, в пятницу. Сколько автографов дал? Ну, меньше десяти. Настолько он популярен, этот человек? Курсы домашней алхимии тут начались. Очень подозрительного вида, конечно. Редбул что ли? Серьезно? Ты угораешь что ли? Ты редбул будешь пить на пункте питания? Ты сейчас не знал? Газ вывести, главное, и все. И можно немного водой разбавить. Если, например, нету какого-то питания специализированного, то это хорошая штука. Кроме редбула, что-нибудь ты будешь еще пить? Воду. Воду. Кто же приехал в нашу блат-хату? Кто же это? Ест на отдыхе. Ты вообще как, вообще, свой шанс оцениваешь против Николая? Чавкина? Блин, ну Чавкин сильный, дай я сейчас обычные слова скажу. А потом ты камеру выключишь, я другой. Не, ну Чавкин сильный, атлет, он... Ой, все, скука, скука, давай, вырубай. Ты мне скажи лучше вот эту фотку привлечь. Этот вопрос будем всем задавать. Петух, кто здесь? Кто, правильно, напишет в комментариях под видосом, что за петушок там сидит на башне, тот получит что? Тот получит специальный футбол-кат. Скажи, ты спалил, что это Росгвардия? Вот эти ребята. Я думал, это беговой монастырь. Ну это, в принципе, одно и то же сейчас. Мне интересно, тебя почему так изобразили? Как просто... А просто Степу непонятно было, как нарисовать. Длинный нос, берешь... А блин, точно вот Степа же нос. Длиннющий нос такой профиль. Красавец, красавец. Главный марафонский нос России. Его нарисовали, как Емелю, русского парня. А он же чуваш вообще, он не русский. Не, я на себя не намекаю вообще, просто интересно. Кого ты считаешь красивым? Я никого бы не выделил, потому что я не считаю себя бисексуальным. Я же спросил, если бы, если бы, если бы... Я могу сказать. Это с лошадью. Ну-ка, и кто же, кто же, кто же самый красивый мужчина по версии Искандеры Эдгарова в российской беговой тусовке? Степа Киселев. Серьезно? С носом? Ага, блин, это нос. Сейчас, сейчас здесь... Ну, харизма, харизма чуть-чуть укорачивает нос. Ты же знаешь, да, что про большие носы говорят? Приехал надломленный. Это вообще недавно произошло. Все было хорошо, все было хорошо. Я набирал форму, все шло отлично, как бац, опять вот здесь, как защемило где-то. Но у меня предположение, что мое сердце... Начала расти форма, сердце опередило снова тело сильно. Разрыв увеличился между развитием сердца и тела. Тело не поспевает за сердцем. И я начал сильно давить, и тело не выдержало. Стелец сладко. А что сделал Хесс? Он сходил к чекологу, и ту работу, которая тебя выкосила, он не доделал. Он просто знал, что что-то идет не так. И тем самым парень сохранился. Здоровый, то есть, переехал. И в игре снова. Завтра все покажет. Это же совсем другая история. Подбитый волк, даже подбитый волк кушает этих зайцев. Если бы был плоскач, насколько бы ты смог сбегать? Предположим, что ты не сломаешься. Ну, около 30 минут. За сколько ты? За час? За час. Кес, ты САП-30 готов? Готов, конечно. Сейчас Антон лучше готов, чем я по форме. Лучше. Но! Есть еще несколько факторов. Утро марафонское. Степыч, ну что, как? Волнительно. Уже раза три в туалет сходил. Ты, как за ним, волновался? Ну, я всегда волнуюсь. Всегда? А было, когда не волновался? Нет, наверное, нет. Всегда. Ну, если даже и нет волнения, ты стараешься его собрать, потому что без волнения будет тяжело бежаться. До черной икры не дошли. Наверное, уже и не дойдем. Нет, ну, если сегодня ты выиграешь, то можно как бы... Главное, чтобы на Кабачкову не спуститься. Я помню, перед первой поездкой в Кении, я знал, что там не будет рыбы, и что у меня все. Будут плохие анализы, и я просто банку и крыть ел, блядь. За неделю. И как анализы? Улучшились? Не знаю, я не проверял потом. Вот сейчас проверял. Ну, настроение точно поднялось. Ты выиграешь или нет сегодня? Давай только не переприняемся. Честно, да? Честно, да? Да, и давай вот без вот этих... Я не знаю, Чавкин сильный. Ты для себя сейчас, конечно, минуты или не как-то считаешь. Да, я выиграю. Убегу после 30-го километра. Постараюсь на первой половине спровоцировать его, чтобы он ввел забег местами, чтобы не отсиживался, главное, за мной. Где-то сделаю вид, что мне тяжело, чтобы он попытался убежать. В общем, к 30-ому километру постараюсь его максимально провоцировать, а сам планирую после 30-го наращивать скорость и уже убежать от него. Пока его тут нет, выиграет он сегодня. Ну, да. Шансов у него гораздо больше. А почему ты у него едешь больше, чем Чавкин? Ну, теория вероятности. На статистику смотришь, их выступление, их стабильность и все. Эх встреч. По статистике шансов у Стёпы больше. Видно, что Стёпа все-таки нормальную подготовку провел. не мертвым едет. Все нормально. И план даже какой-то есть. Зная Чавкина, я думаю, Чавкин будет доволен второму месту. Он уже наверняка ему доволен. И вряд ли он будет там пытаться, готов отдавать много сил и эмоций тому, чтобы забрать первое. Он предпринял попытку, не получится, все, не будет даже париться. Мало ли за что подписчику твою любимую проголосовать? Ну, они ошиблись. Они ошиблись, они не верили, что творили. Ну, я не могу против... Ну, как можно было вот это против вот этого, блин? Ну, нельзя, ну как вот, ребят? Ну да, она хорошенькая, матерялась. Паспорт брать, не брать? Какой паспорт, нахрен не бери его. А вдруг в призыве положено? Ты что, если паспорт не брать, это значит, что ты на призовые места не надеешься. Тогда что, бери. Бери, конечно. Он не нужен, конечно. Нормальная такая спортивная ходьба. Ну, наконец-то, начинается то, ради чего мы собрались в Нижнем Новгороде. Вот Степыч сейчас в марафон побежит. Ну, а я, собственно, это все подсниму. Чутка перенесли старт на 10 минут. Еще есть время размяться. Мандражик есть? Усиливается? Ну, не, уже затухает. Уже, как бы, ноги начинают работать. Работу настраиваешься. Уже идет выплеск. Будьте, пожалуйста, внимательны к себе. Ну, все, понеслась. Что тебя больше всего впечатлило в старте? В старте вот эти вот фуры. Красота же. Красота. Расскажи-ка сегодня про старт вообще. Да, Коля Чавкин бежал. Он хороший финишер, поэтому было опасно его оставлять на... Прямо на финиш. И в то же время, понимая, что прошлый опыт мне говорит, что я не могу вести всю дистанцию от начала до конца. Поэтому я решил, что до 30-го километра стараюсь бежать вместе с ним, а потом раскручивать уже. Спасибо за субтитры Алексею Дуброва. Субтитры Алексею Дуброва. 400 ватт на 3 минуты. 400... Здравствуйте! Эверестинг X01. Ты в горку отрабатывал или Коля просто отваливался? Не, я не отрабатывал. Я просто, как сказать, прогревал колеса туда. Просто чтобы стопа работала, я немного... Да, чуть-чуть доталкивался, и почаще. Но я не сказал бы, что я прям вовсю бежал в подъемы. Ну не, это у нас, конечно, это у нас, конечно, не отрыз, а просто размотала горочка немного парней. Первый зазор закрывается. Прошло 9 километров, я в восторге от трассы. С точки зрения картинки, с точки зрения достопримечательностей, красоты, это просто пушка. Это просто охренеть, как красиво. Отдам должное Коле. То, что он не отсиживался, он просто рядом вставал и бежал. Это как бы благородный такой поступок. Есть, потому что некоторые атлеты, которые прям сидят за спиной, и ты их просишь, выйди, помоги. А он просто будет игнорить. Нет, нет, все. А Коле не такой. Смотрите продолжение в следующей серии. О, мой гааш! О, мой гааш! Вот это трасса, чуваки! Охереть! Охереть! Начинается лютейший просто спуск, длиннейший лютейший. Ты нервничал, когда Коля со спуска очень далеко убежал? Я понимал, что Коля хорошо бежит в спуски, но марафон – это такая дистанция, где там легко убить ноги. Поэтому я в какой-то момент... Мне было выгодно, чтобы он со спуска бежал быстро. Чавкин клюнул, со спуска полетел. В начале я показал, что со спусков бегу плохо. И поэтому он брал инициативу на этих спусках. И иногда увлекался излишне. И в какой-то момент тот ключевой спуск, наверное, сыграл роль. Потому что я с ним потом разговаривал. Он говорит, что после этого спуска у него стал бок колоть. Спустились парни с горки, значит. Степа спустился секунд на 10 метр длиннее, чем Чавкин. Вот Коля, вот Степа. Ну а самый, наверное, интересный момент на дистанции был вот этот. Мы ехали просто по набережной. Ну вот набережной, но вот ничего там нет. Просто плоскач туда, плоскач обратно. Я ехал, что-то там болтал с парнями, которые были сопровождением. Что-то в телефон там снимал сториз с Степе. Бац, смотрю, Степы нету. А потом мне парни говорят, а вон Степа в кустах. Степочина пикстопа остановился. И вот просвет у нас теперь такой организовался. А что, не подаете, да? Можно подать сюда. Блядь. Нет, надо бежать, блядь. Да. По 3.20, да, где-то? Даже местами 3.25. И что, а нас марафон 40 км что-ли будет? Паша, такое могло быть, что отсечки неправильно расставлены? Да, вот вы сейчас слышали, как я спрашиваю у Паши, что, собственно, произошло с дистанцией. Дело было так. Мы едем, уже заканчивается эта набережная. Парни смотрят, стоит табличка 29 км, а на часах у них отбивается только 28. И такие, чего? Где, типа, километр? Вот, я сразу спрашиваю у Паши, что да как. И, в общем, вот так вот получилось, что марафон в Нижнем Новгороде оказался короче на 1 км. Выяснилось, что люди, которые ставили с утра точки разворота, просто поставили в крайней точке, в районе 26 км, просто они поставили раньше точку разворота. Собственно, вот так вот километры и не досчитались. Вот, вот, вот это началось все самое веселое. Мы воткнулись в десяточку. Пошел подъемчик в мост. Это последний серьезный рельеф, который будет на трассе. Если Степа хочет атаковать, то сейчас самое время. На последнем мосту ты прям включился. Я заходил на последний спуск, ой, на последний подъем, и с мыслью, что после, когда закончится спуск, я уже начну прибавлять. То есть, я все-таки бежал тот подъем с запасом, но Коля там выпал, да, я так понимаю. Я уже перестал сдерживать себя на спуске. Я, ну, как бежал, так и бежал, потому что до этого я со спуска умышленности отормозил, берег ноги. Отметка 30 километров. Где-то прошла, 29, наверное, и я уже пошел раскручивать, как бы. До этого я чувствовал, ну, как бы нету в ногах свежести. Думаю, мне интересно было, как ноги поведут себя. Но когда начал раскручивать, я примерно вышел на 3.05, то я почувствовал, у меня ноги как бы не устают, и я легко поддерживаю этот темп. Тем более подъемы закончились, там все, ну, там был один мост, как бы, и все, я смотрю, у меня ноги выдерживают этой скорости, нету просадки. То есть, если я начинал, если оборачиваться назад, когда чемпионат России, я бежал, да, у меня длинных бегов, там, long run вот этих не хватило, у меня просели просто ноги в конце. То тут все было хорошо. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Давай, Степка, кряхтит он, дед старый. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Людям там на финише помаши, да, питью не пораздавай. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это Степан! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Не-не-не. Еще я ссать хотел, я посрать остановился, а поссать там без пыли. Блядь, не так быстро посрал, я прям впечатлен. Ты хочешь что-нибудь еще сбегать? Ну, сейчас я посмотрю, как у меня ноги ведут себя. Я хочу полумарафон в Белгороде сбегать. И хотел бы, наверное, кросс в Оренбурге, кроссом закончить в Оренбурге. Чемпионатом России? Да. Чемпионат России по кроссу прям. 8 километров, 10, десятка. Да. Почему? Мне, я чувствую, не хватает, наверное, каких-то тренировок в шиповках, потому что у меня стопа не очень стала работать. И как-то надо вернуть, возможно, вот эту специфику надо вернуть, чтобы в первую очередь стопа толкала, а не бедро. Мне кажется, это ограничивает, ну, меня. Я вот так как-то посмотрел со стороны, как я бегу, и я понял, что раньше я бежал, у меня стопа лучше работала, и я как-то более упружен, вел бег. То есть сейчас как сидя бежишь, просто бедром себя толкаешь, потому что в стопе нету заряда какого-то. Как ты думаешь, насколько быстро ты можешь сбегать половинку через две недели? Сомневаюсь, что быстро, в лучшем случае, наверное, в районе час 0-4. Все-таки уже не молодой, и как-то мне скоростные дистанции тяжело заходить. Ты не молодой, но при этом собрался кросс бежать в шиповках. Ну да, я собрался бежать, но я не говорю, что я там буду как-то займу высокую позицию. Это больше как это... Знаешь, если не бежать ничего, ты приедешь домой и в домашнюю рутину окунешься, в отдых зайдешь, а отдых затягивает, и в итоге как бы ты такой будешь растренированный, и потом тяжело начинать все с нуля. Учитывая твою подготовку, сегодня тебе зашла бы полоская трасса? Мне бы, знаешь, зашло, наверное, если бы какая-нибудь пачка была бы, условно, из 15 человек, и ты туда нырнул такой, как в автобус сел бы. Ага, понятно, фантазии, конечно. Фантазии. Ну, я думаю, что не стоит тыркаться, бежать на результат. Я потому что, ну, пробовал, но не получилось нифига. Я хочу вот этот резерв у себя оставить, что однажды, может быть, выпадет шанс где-нибудь в Японии пробежаться, и вот туда целенаправленно подготовиться хорошо, и поехать в этот автобус сесть и пробежать на какой-нибудь личный. То есть ты считаешь, что не стоит пытаться в России пробежать быстро? Ну, я потому что пробовал, у меня нифига не получилось. Может быть, у кого-то другого получится. Я думаю, Никитин придет, и он просто... Сейчас ты готов просто побегать на победу. Да, да. Пока Никитин не пришел на марафон, может быть так. Ладно. Что-нибудь ты расскажешь еще интересное? Да. Ну, все тогда. Закончили. Хотя. Пока! Субтитры добавил DimaTorzok